добрый вечер у меня сегодня так получается один урок за другим у нас приближается праздник песах и я знаю что не разные люди писали что очень много уроков и один и второй лектор и один преподаватель и другой рав так что я думаю что действительно вы получаете много материала и это просто здорово и все еще наверно сделал специально дал такую возможность сидеть нам дома и учиться да а я хочу вот в нашей сегодняшней беседе вспомнить про то что песах это особый такой праздник в котором уделяется если не центрально если не главное это очень большое очень много в ней внимания детям сам пасхальный седр выстроен таким образом чтобы вызвать у каждого ребенка любопытство да и чтобы получить соответственно в случае дать им возможность спросить и дать ответ и чем отличается этот вечер от остальных но в ответ понятно что мы должны рассказать о том что всевышний совершил для наших предков чудо выведе из египта я думаю что это все знают это важная заповедь ведь о событиях исхода в туре сказано именно так и расскажи сыну своему то есть одна из центральных вещей именно в нас эдер песах и расскажи сыну своему и тут я хочу спросить вас очень интересный вопрос я буду рада ответа мы с вами знакомы с еврейскими родителями которые делают все абсолютно все чтобы воспитать своих детей соблюдающими заповеди и именно в такой важный день на глазах у всей семьи и часто гостей и родственников до разворачивается многим известное действие ребеночек крадет кусочек афикомана да для тех кто еще не знаком или не совсем знаком с еврейскими обычаями или словами афикоман это часть средней мации которую заворачивают салфеточку и прячут накрывают просто и пасхальная трапеза кончается когда дети находят именно вот этот кусочек этот афикоман да за что понятно традиционно такая традиция велась они получают подарок каждый участник сетера съедает кусочек афикомана после чего уже мы не можем ни пить ни есть да кроме двух оставшихся бокалов вина понятное дело вот в эту ночь нам необходимо съесть афикоман до полу ночи полу ночь в каждой стране это это не именно 12 часов ночи ночи есть еврейское исчисление по лунному циклу что это такое 12 это иногда может быть и час ночи и так далее то есть до седора всегда поинтересуйтесь у раввина когда же именно это полночь ну что я хочу сказать представьте себе в одной семье но на самом деле я была свидетельница вот таких поступков и не в одной семье ребеночек крадет у папы афикоман а когда попросит его вернуть для того чтобы завершить цедр да только что я вам сказала что необходимо заведли тут завершить цедр до полу ночи съев дав каждому присутствующему кусочек афикомана и вот папа просит у ребенка вернуть этот кусочек мации афикоман а ребенок начинает торговаться и не хочет это сделать до тех пор пока папа не обещает что-нибудь ему купить многие ли за присутствовали вот на такой торговля может быть у вас ваши дети ждут этот центр пасах чтобы попросить у родителей наконец-то любимую игрушку или что то что им очень-очень хочется известная картина у нас есть известное время когда мы обязаны закончить центр и наш ребенок этим пользуется какой пример какое вообще воспитание да мы позволяем нашему ребенку мало того что у нас украсть да так еще и торговаться с нами и выманивать у нас буквально потому что у нас безысходная ситуация вот выманивать подарок на за этот афикоман кстати вот этот кусочек афим афикомана называется отложенный да то есть заранее афикоман разламывают и потом дают каждому человеку как я сказала по кусочку вот это в качестве десерта завершающего трапезу важно знать что комбинация двух арамейских слов афико это выносите и ман это лакомство да такой обычай связан с тем что афикоман символизирует пасхальную жертву которые вкушали в конце трапезы то есть надо понимать что когда во время храма был пасхальный был пасхальный седор да то сиуда трапеза которую совершали люди пришедшие вот к храму было не из пасхальной жертвы и только уже в конце после того как они поели да именно этот кусочек именно вот кусочек из пасхальной жертвы которые коины отдали семье это же очень интересная вещь да приходили при делали пасхальные жертвы и это жертва которая объединяла потом вот эту всю семью в седор песах то есть очень интересно этот маленький кусочек он и назывался афикоман да вот мы возвращаемся назад в эту семью да где мальчик очень долго торговался с папой о том что и как он хочет получить и договорился что попросил определенную какую-то вещь да и отдал папе уже этот афикоман вот папа получив этот афикоман делит всем своим домочадцам по кусочку да но именно этому сыну он не дал сказал что когда ты откажешься от своего требования подарка да вот тогда тебе дам кусочек этого афикомана и ты сможешь закончить свою трапезу вовремя на что умный сын выдал из кармана припрятанный кусочек и сказал папа я уже все продумал наперед может это конечно мило и смешно но совершенно точно не сочетается с нашими явлениями еврейскими ценностями кто-то скажет что только возможность получить такую награду держит детей за пасхальным столом да то есть действительно тяжело не спать ночью сидят взрослые до когда уже поздно ночью рассказывают какие-то истории в принципе может быть интересные но дети уставшие и хотят спать надо понимать очень важную вещь что воровать даже как игра в тот момент когда ты у кого-то что-то украл и человек испугался что он это что-то потерял это то что запрещено нашим законам и даже если ты хочешь помочь другому человеку и для этого ты должен сфабриковать как будто бы ты своровал да даже для самые хорошие намерения то все равно это воровство запрещено мы знаем да 8 заповедь запрещен запрещено воровать тогда как же как да и надо понимать что за действие происходит в седар песах первое что мы знаем что это некая договоренность гласная или негласная да когда никто не пугается и не удивляется что пропал афикаман то есть когда папа начинает искать афикаман он поднимает эту салфетку где он спрятан и не видит его он не думает что зашел какой-то сосед или еще кто-то или а или я ванове да и он пришел этой своровал нет он прекрасно понимает что это взял его маленький сын поэтому по аллахе до лифи аллаха здесь нет запрета на воровство потому что никто не испугался и не удивился что у него что-то пропало то есть очень важно это вот это понятие агдара что такое воровство когда мы отнимаем что-то у другого против его силы и желания и соответственно он несет из-за этого некие потери неважно да даже если потом их размещает и тут вопрос вообще может даже годится ли так воспитывать детей давайте с вами немножко попробуем понять откуда взялся этот обычай и где корни вот того чтобы исходят я не успею сегодня рассказать все перушим которые бы я хотела но немножечко мы все-таки этого коснемся потому что это действительно интересно надо понимать что пасхальная агода это не сафертура да ее написали а году да написали наши мудрецы и они построили некий порядок проведения этой ночи именно таким образом чтобы дети чувствовали себя частью происходящего на то есть они не просто сидели и слушали что-то а были именно внутри именно полностью задействованы мудрецы постановили что надо лахтов так написано в талмуде уча украсть часть агоды и раши говорит что это один из вариантов как остановить тех слушайте пожалуйста папы до остановить тех кто хочет говорить и говорить и говорить и говорить диврей тура и забывает что за столом сидят дети да а ему хочется еще ищи души и он тут выучил и он сам выучил и он про это хочет сказать ему это хочется и он совершенно забывает что сидят маленькие дети которые часто не в состоянии даже понять о чем он говорят да мы должны помнить что дети это те кто обязаны должны быть в центре внимания в этот вечер как рабам говорит о том что происходит в седр песах он пишет что лайла седр это не урок до обязательно и необходимо чтоб каждый участвующий в седре чувствовал себя частью происходящего и одним из обычаев до было то что дети играли в некую игру когда они отнимали мацу один у другого так говорит рамбам да и поэтому момент когда ты не сидишь за столом когда ты активно в чем-то задействован да он вызывал некий интерес у детей и их учили почему они отнимают эту мацу один у другого не просто так да ну и тут найдется обязательно обязательно тот кто спросит а может быть вот эту игру придумали просто для того чтобы дети вот не спали да и тем не менее вот как-то все-таки учить их воровать чтобы они не спали все-таки наверное ну не очень да я могу рассказать что он сефардских общинах был распространен такой обычай после того как вот это среднем отца про которой вам говорила разламывалась пополам чтобы большая ее часть стала афикоманом ее не прятали а завертывали специальную салфетку в некое покрывало и специально передавали ребенку который клал вот в этом как сказать в этом покрывале или вот в этом в том в чем ее завертывали клал ее на плечо выходил из дома на хатав крал выходил из дома начинал стучать в дверь его спрашивали кто ты и он отвечал израиль его спрашивали откуда ты говорил из египта а куда ты идешь а иду я в иерусалим а что ты несешь а несу ямацу да это один из обычаев от который был и соответственно мы понимаем что изначально это воспитание было не для того чтобы украсть а потом что-то выманивать да а именно для того чтобы наглядно дети могли показать именно с этим кусочком отцы именно с этим афикоманом без которого мы не можем закончить пасхальный седр как все происходило сын хатам суфера рассказывает что у них было принято соревноваться кто из детей мне тяжело говорить это слово украдет возьмет мацу первый и он объяснял что откуда вообще он у них в доме его папа до хатам суфер рассказывал что на самом деле в египте было не 10 а 11 макот казни да и какая была одиннадцатая что когда евреи уходили из египта и тысячами в дает ночь исхода они тысячами были на улицах то в этот момент все собаки молчали ну оказалось что это было время не только хорошее для выхода евреев с теми вещами которые они взяли но и кого как вы думаете египетских воров и египетские воры воспользовавшись этим моментом до тоже заходили в дома своих соседей и выносили все что могли то есть так во всяком случае вот рассказывал сын хатам суфера от его папы что тот давал такой пируш именно в пасхальный седр своим детям есть еще другое объяснение в книге который называется минхат ильяу и там написано что в эту ночь произошла кража из краж кто может написать мне какая кража из краж которую мы все знаем произошла в эту ночь про кого идет речь так вижу тут есть слушатели но ответов пока немного итак мы все с вами знаем что ицхак в возрасте ста двадцати трех лет звал своего сына исава чтобы дать ему благословение если вы помните то и как родился в лейл-песах и день его рождения соответственно приходится каждый год именно на лейл-песах что произошло в этот день вы прекрасно помните как яков получил бы мирма благословение исава мирма это обман да интересно что мирма в гематрии это двести восемьдесят семь гематрия афиком она тоже двести восемьдесят семь и так мы только что с вами говорили что после афиком она уже нельзя ничего есть и именно поэтому ицхак когда исав принес ему эту похлебку да уже не смог ее съесть и поэтому не смог благословить исава ицхак не смог попробовать эту еду до после афикомана запрещено есть и не смог за ту еду которую сделать так и соответственно не смог ловить исава и вот этот великий обман сделал нас великим народом как это не тяжело звучит и вот именно в память об этом вот как объясняется как я вам сказала в книге минхат или я именно в память об этом крадут афикоман я постаралась вам за 20 отведет меня минут мне минут рассказать часть того что есть в разных перушим именно вот об этом обычаи с божьей помощью чтобы у каждого из вас был хак кашер в самаях радостный праздник даже если вы не можете справлять его вместе со своими родными рядом со своими родными будьте сами этим самым ребенком который хочет узнать хочет понять почему что происходит тем ребенком который если и крадет этот самый афикоман и этот самый мацу именно потому что ему важно именно наш народ и построение нашего народа чтобы мы остались детьми и цхака детьми и акова всего вам хорошего до свидания